МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 Денис Поляков, Александр Володьков встречает плотную опеку напарников и какой удар произвел полузащитник Артур Лисков. Струнку, вытянувшись, переводит мяч на угловой, и Сергей Крилец побежал подавать. В запасе УБАТЭ Герман Малиниш, Дмитрий Электорович, Артем Концевой, Зайон Бадаян, Александр Глеб. Сергей Крилец выполняет стандарт и кулаками Артур Лисков угрозу разрежает партнера. Это Поляков, играет в стеночку с Кривцом, входит в штрафную. Сергей делает прострелы, и какой удар получается, точнее, нервами Минска усиливается команда Меркулова. Сейчас Павлов в штрафной, можно забивать. Какой дриблинг, передача партнеру, и никого нет. А как же здорово все начиналось. Александр Павлов. Умеют неплохие шансы на попадание в четверку. Это Александр Павлов издали правильный каторг. Сильнейших. Матвенко по центру поля. Там Хлебосолов. Увидел Матвенко Дмитрия. Хлебосолов. Можно бить. Гол. Дмитрий Хлебосолов. Удар. Просто фантастика. Как в учебниках. Белорусы, которые приехали из России. Играли. Володько. Дальний удар. Перекладина. Добивание. Гол. Этого стандарта. Вот это сейф. Александр Корницкий в упор расстрел. О, вот это тянет на желтую карточку, мне кажется. Там через себя бил. Футбольный гол очень курьезный. Сейчас Поляков сходу решил пробить, но мяч свалил. Справа там Борис Баатэ всех раскидывает и не получается удар у Сергея Кривца атаку организовать. Вот сейчас Матвенко против Володько, но Володько скинул, хотел скинуть Горбунову. Ну понятно, как нападающий, но об этом позже Мазалевский. Ну там еще и офсайд зазор в рефере, так что проблемы с Хлебосовым. Выполняет штрафной Горбунов, это вполне объяснимо. Близнюк забрасывает и головой немного не выстрел. Глеб. Павлов можно пробить сходу, бьет Павлов. Чуть-чуть не хватило точности Александру, а так бы дубль в первом тайме в свой день рождения, это было бы, конечно, превосходно. Ну, не все сразу. Павлов сегодня в упор 1-1 на точный удар Дмитрия Клебосового на 24. Которого сменил Александр Глеб, 10-й Сергей Кривец. 14-й Артем Радьков, но Матвенко как же не забивает в этом и цена. И здорово играет на подборе Денис Поляков, однако пробить гомельскую защиту не получилось. А вот Лисько на выходе играет совсем не уверенно. Здорово на Молодьков, касание на Мазалевского, нужно забивать Дмитрий. 2-1. 2-1. И... Опасно бил Дмитрий Хлебосовов такой на максимум. Гол! Вот это гол! Кто как не капитан Павел Кирильчик забивает в этом матче, делает счет 2-2 из дальней дистанции. Гол похожий на выстрел Павлова в первой половине. Гомель сравнивает счет в середине 2-го тайма. Он сможет усилить и как он сможет усилить игру в нападении Артем Радьков. Удар его головой получился совсем не точным, но это действие Меркулова расценено как на Павлов технически. очень здорово пробил, но не докрутил немного мяч. Для каждого свое. Может быть, для кого-то важнее синицы в руках, нежели... Александр! Александр Янченко! Вот вам хэппи-энд! Вот вам обещанная красота в конце матча! Парень 95-го года рождения! Забивает БАТЭ! Забивает головой! Абага ведь красавчик! Очень здорово закручивал! И Лисько, который сейчас запутался в сетке, мог проворонить из-за какие-то травмы. БАТЭ проигрывает Гомелю 2-3 на стадионе Центральном. Сегодня, воскресенье, 21-й тур чемпионат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА